Агрогородок Холмич Реческого района – это 1200 же хоров, и практически каждого третьего языка можно отнести до категории «дети» и «молодь». По местам в Сельсовете кажут, что они и в «Субботниках» активную делу принимают, и в волонтерском руху в районе «Серот-Лидеров». Десять годов тому у Холмича открыли Центр культуры и раймёстов, деятельность которого в первую очередь ориентована на молодых людей. Захованный куток, старой вёсткий холмич, сучастная молодость, всё-таки появлено ведося, как жили их протки, имяное оденье, глиняный посуд, дровляные лыжки и самовар в конце 19-го года, который прорывал на буглях. Правда, такие самовары были не у каждой семьи. А про часть творения исторично-этнографичных кутков – значная увага в работе Весткового центра культуры клубным формированием. Зараз тут пророцуют 11 гуртков и 80-х, ориентованные на молодь. Мастеры народных промыслов научат выраблять саправды оригинальные речи от старожидных лялек до шкатолок-вашиванок. У районе Перекананы спонять процесс выхования молоди, процесс захования народных традиций – нега неуяким выпадку. Именно в таких учреждениях они находят тот способ, чтобы раскрыть свой потенциал, как-то проявить себя в кружковых работах, декоративно-прикладное искусство, вокал, хореография. Больше в агрогородках нет таких учреждений, где они могут себя раскрыть. А центры культуры, сельские дома культуры помогают этим людям, молодежи в том числе. От культуры до промысловости у творчем обеднании «Беларусь-нафта» у дельников республиканского семинара по пытаниях реализации державной молодежной политики сусоркают на самой великой в Беларуси вход электричной станции. Такие выборы на предприемстве «Тома жить просто» – это инновационный проект, до чинения, до якого мающие темнику и молодые супрацовники, работе с молодью на «Беларусь-нафте» у вогуля саблевая увага. Причем начинается она еще с правоориентацией наученцев рельсовского районного лицея, где створен так званый «нафтогазовый класс». Плюс тесное супрацовничество с беларускими ВНУ и створение махчимостью для реализации потенциалу непосредственно на подприемстве. Тут распроцовка карьерного маршрута по сутности с водопотребованию, яким повинен отповидать специалист на кожной посаде, и удел у наукового доследжей работе. Это конференция молодых специалистов. На этой конференции наши работники, молодые, представляют свои научные работы, и самые лучшие проходят дальнейший отбор, участвуют уже в мероприятиях международного масштаба. Это как раз система позволила взрастить довольно-таки уже известные, наверное, имена в области нефтяной промышленности. Завтра в Республиканский семинар по подтальних реализации державной молодежной политики и протягни работу, пленарное посаджение с обмеркованием соучастных методов работы у разных регионов краины отбудется у Речицы. Олег Синтеров, Валерий Копанько, Телерадо и компания «Гомель».